Марголис Шоу. Марголис Шоу. На радио Сити-ФМ. Добрый вечер, дамы и господа. Приветствую всех. И рад своей сегодняшней гости. Мне лично с ней говорить всегда интересно, приятно. Надеюсь, и вам тоже будет интересно ее послушать. Тем более, что сейчас, я думаю, самые разные люди могут прильнуть к своим радиоприемникам. Не все, наверное, будут с одинаковым настроением все это воспринимать. Но мы, может, об этом тоже и поговорим. В гостях у меня сегодня певица, которая, наверное, сейчас могла бы, может быть, и не быть даже у меня в прямом эфире. Это почему это интересно? Некогда было бы, некогда. Потому что где-нибудь она могла бы в этот момент выступать в каком-нибудь городе и так далее. Но встреча с тобой всегда праздник. Да, спасибо мне. У меня с тобой тоже, поэтому она все-таки сегодня здесь. Я думаю, по голосу вы ее уже узнали. У меня в гостях сегодня Диана Арбенина. Добрый вечер. Добрый вечер, да, еще раз. Тоже всем вместе с Дианой я говорю. Но давайте сразу начнем. Новый альбом «Мальчик на шаре», который в этом году, да и не то, что в этом году, во второй части года, совсем не так уж давно появился. В июле. На середине года, на экваторе года вышел. И песня, наверное, которая, может быть, наиболее уже всем известна, помимо, конечно, поклонников «Ночных снайперов», я имею в виду песню «Фиеста». С нее и начнем, вспоминаем Эрнеста Хемингуэя, вспоминаем его отношения к миру, к войне, к обществу, к демократии. Ну и, в общем, потом начнем наш разговор. Здесь, как в аптеке, здесь сложно закрывают машину, а рейды на рынок блошины за куруху мой и ключами. Ты все решила, ты показала мне, как ждут воскресенья, на завтрак июля в полдень на карусели, твои любовники давно облысели. А мне так странно, я не представляю героя, я, может, по составу крови, немного поближе к звездам. Еще не поздно оставить для себя бубовину, Жизнь за спиной наполовину, я не готова, не серьезно. Со мной непросто, со мной, прости, невыносимо, Наверно, выглядит красиво для тех, кто ничего не знает. Я не специально, я просто не умею иначе, От счастья все же реже плачут, со мной дожди идут постоянно. А мне так странно, я не представляю героя, Я, может, по составу крови, немного поближе к звездам. Еще не поздно оставить для себя бубовину, Жизнь за спиной наполовину, Я не готова, не серьезно. И пытка прошлым, утоплена в коньяк рефлексия, Как мило показать мне максима, Как клево познакомить с подругой. А пусть в ревность останется тоска и детали, Кому, когда и с кем побратали, В салат не надо перца и лука. Какого черта, такое мне досталось наследство, Охота ни досуг и ни средства, Охота нынче пущей неволи. Мне не подходит сто сорок две минуты ждать смс-а, Мир без тебя теперь становится пресным, Прощай, оружие, страствуй, фиеста. А мне так странно. Я не представляю героя, я, может, по составу крови, Немного поближе к звездам. Еще не поздно оставить для себя туповину, Жизнь со спиной наполовину. Жизнь со спиной наполовину. Жизнь со спиной наполовину. Жизнь со спиной наполовину. Жизнь со спиной. Жизнь со спиной наполовину. Очень долгие барабаны в конце Ну ничего, это хорошо, чтобы все успели подготовиться Диана Армейна у меня сегодня в гостях Еще раз добрый вечер Еще раз, да, всех мы приветствуем Ну что, господа, я понимаю, что мы сейчас будем говорить о многом Мы будем говорить о музыке в том числе Но, к сожалению, у нас все последние, скажем, последний, наверное, год Или уж, по крайней мере, полугодие, это уж точно Какую тему ни возьми Вот самую отдаленную, которая, может, даже связана и не с музыкой И не с какими-то, не знаю, серьезными социальными контекстами Да хоть с продуктами Все равно, о чем не начнешь говорить Все равно получается, что ты говоришь о текущем моменте И говоришь о нем в очень каком-то таком напряженной ситуации и так далее Может, расслабимся тогда? Не, ну, как бы будем постепенно расплавляться, да, но тем не менее Вот знаешь, чуть-чуть начну сейчас даже не с тебя А тебе сейчас чуть позже А вот хороший очередной повод расслабиться, как ты говоришь Фиг расслабишь, что называется Вот вчера, да, то есть, вернее, уже позавчера получается, да Андрей Макаревич решил спеть в прекрасном месте в Доме музыки, да, в театральном зале Дома музыки А что за программа была? Программа у него была, так сказать, и из джаз, так называемая О, я слышала Да, хорошая программа А все, что произошло в этот день, ты не слышала сейчас, да? Я слышала, что ему сорвали концерт и слышала, каким образом это сделали Да И ты хочешь мое отношение к этому? Нет, вообще, да, вот просто Я считаю, что это беспредел И любой нормальный человек так считает тоже Потому что то, что происходит, когда люди, людей просто, которые приходят на концерт, травят газом Мне кажется, что этому нужно четко противостоять Просто это к нас просто запихивать будут в газовые камеры Это неправильно, абсолютно А потом я за то, чтобы все-таки музыка была аполитична Я тебя сейчас, знаешь, из них что-то перевераю Хотел тебя даже что-то спросить в этом вопросе Даже понятно, что нужно про отношения чего говорить Тебя еще удивляют такие ситуации вот сейчас? Да, безусловно Все-таки еще удивляют Меня удивляют такие ситуации Более того, я негодую И я могу сказать, что я абсолютно согласна с мнением Лени Агутина Который высказался по этому поводу очень конкретно Он сказал, что идиотов и козлов нужно называть идиотами и козлами Иначе просто нормальному человеку негде будет приткнуться Это не дословная цитата, но вот очень близко По поводу... Кстати, он тоже был гостью моей программы Мы вот уже начинаем Он мне очень нравится Очень нравится он мне Ох, как мне нравится Агутина Боже мой, давай про Агутина поговорим Ну вот, поэтому послушайте, друзья, давайте все-таки сделаем так, чтобы мы приходили в концертные залы И, кстати, прекрасный зал, дом музыки Ну да Я там, кстати, как-то играла И все-таки будем наслаждаться творчеством Это очень хорошо Так вот смотри, тогда прям сразу на этой фразе к тебе и переходим к этому наболевшему, к этому насущному Вот хотят люди наслаждаться творчеством, Диана Арбенина А почему-то вот в одном городе они хотели наслаждаться, им говорят, что не будете вы наслаждаться В другом городе тоже не будете наслаждаться Ну послушай, Миша, это временное помутнение, рассудка людей, которые сидят на местах И которые что-то себе придумывают А они от чего помутились-то? Знаешь, мне кажется, они помутились от самих себя Потому что начинается какая-то ловля блох в самих себе И придумывание каких-то вещей, которые вот я лично, например, не делала Я не считаю своим долгом оправдываться, мне не в чем оправдываться Вот, потому что все, к чему я призываю, это к миру Во-первых, между народами Так вот, теперь это же и стало криминалом К миру касательно призывать Но если мы считаем, если мы теперь уже в нашем обществе считаем, что призывать к миру это криминал А помнишь, в нашем детстве же были кивлочки «Миру-мир» Именно, «Мир-мир» Более того, я считаю, что рок-музыкант обязан призывать к миру Давайте вспомним Джона Лену Ну так, в принципе, рок-музыка и делала практически Да, безусловно Поэтому тут никто из нас больше ничего не придумал И велосипед не изобретает И то, что сейчас я, например, делаю Я как играла концерт, в общем, так я и играю И у меня в Воронеже, например, был классный концерт При том, что самое интересное, количество людей на концертах ночных снайперов Скажу тебе, без ложной скромности увеличились в разы То есть, например, в Воронеже мы собрали две с половиной тысячи Чего никогда не делали Никогда у нас не было таких сборов Я этому, конечно, рада А, ну тогда ты сама и проплачиваешь компанию угонений И там, да, чтобы Безусловно Так же они и говорят сейчас там, в принципе Но, знаешь, опять же Если кто-то воспринимает жизнь как пиар Пусть он с этим и остается У меня есть моя жизнь У меня есть двое детей У меня есть планы на будущее Которые связаны с выпуском, например, следующего альбома И так далее, и так далее Я, в конце концов, очень горжусь тем, что ты меня пригласил И тем, что ты знаешь Что песня Брамс первая на этой пластинке Значит, ты ее слушал, но это кайфово Поэтому у меня есть моя жизнь Которая заключается в том, что я делаю свое дело Делаю это кайфово Я хочу, чтобы все кайфовали от того, чем они занимаются И что касается конкретно настроений То, мне кажется, призывать к войне Это последнее дело Это нельзя делать Никогда Абсолютно с тобой согласен А у меня это другое Я все пока еще вот Доразбираем эту психологическую, я бы так сказал, ситуацию Какую-то даже медицинскую скорее Вот опять же, говоря Ну, абсолютно Ну, это же скорее диагноз, как бы сейчас состояние общества А не какой-то там реальный факт Вот ты говоришь о концерте в Воронеже, да? Смотрю, опять-таки, отклики по итогам твоей конференции На этом концерте и так далее, да? Потому что, ну, вроде бы, вопрос, вопрос, вопрос Вдруг там вот у тебя есть среди вопросов Просто поднимается тетушка, как слушала Говорит, слушала вас Говорит, а теперь к какому-то здесь? Она не поднимается, она стоит Очень долго готовится к своей, так сказать, вот этой детской провокации Сейчас, извини, я сейчас скажу, господа, вопрос Возвучал от этой женщины так Она говорит, я, говорит, слушала, слушала, ну, сколько лет Десять лет я вас слушала каждый день А теперь, говорит, не знаю, вот как к вам относиться После этого концерта в Питере Причем в Питере А мы говорим о каком Питере То есть, в принципе... Я, потому что Андрей Макаревич, у меня был, вот, не раз Бывал в этой программе, мне то же самое слышал Ведь, вы знаете, до определенного момента мне нравились песни Ну да Вот это вот что все такое? Так вот, послушай, это был классный момент, потому что Она очень долго готовилась, и она так сбилась Но когда ты очень готовишься и хочешь И как-то... Поэтому она Киев перепутала с Питером Ну ладно, она перепутала... Она перепутала, она перепутала с Питером Я ей помогла, там, и публика тоже помогла Это не Питер, это Киев, Киев Вот, дальше я ей сказала Вы что имеете в виду, скажите, пожалуйста Тот концерт, когда я сказала, что я против брата убийственной войны И когда я сказала о том, что не гоже оставлять людей Таких же, как мы с вами, культурной изоляцией Как вам дальше себя вести? Как хотите, так себя и ведите Или там, как хотите, так и относитесь Ну понятно, да Вот, мне кажется, что на самом деле Вот, был такой классный писатель Льюис Кэрролл Да, хороший был писатель Вот он, как он Да, ты знаешь Мне даже кажется, что он был русским Нет, а мне кажется, что я не понимаю, каким образом он вообще, в принципе Написал всю эту свою Алису Но дело в том, что сейчас мы только с детьми пересмотрели эти мультики классные И я думаю, что это вот конкретное зазеркалье Потому что когда ты говоришь, ребята, успокойтесь, пожалуйста И перестаньте провоцировать друг друга на войну А теперь говорят Ты предатель! Ты предатель-то? Предатель чего? А когда твоих детей в армию Сыновей заберут в армию Это клево, да? И пошли твоевать, например Ну да У меня эти шансы были в своей жизни Я прекрасно помню, как это делалось А у меня вот такой шанс есть Ему сейчас четыре с половиной годика, понимаешь? А где четыре, там четырнадцать Ну понятно, у меня младшему сыну тоже семь с половиной лет Вот то же самое Ему как бы еще быстрее тогда может это постоять Так вот Ты понимаешь, в чем дело? Вот когда ты говоришь про эту женщину и про все остальное Вот здесь же, как бы, что называется, зарыт Ты знаешь, что-то ничего не зарыто Потому что если бы что-то было зарыто, она бы продолжила Нет Она успокоилась Это же по большому счету и начавшись Вот, вот, о чем я говорю Она успокоилась, зачем? Понимаешь? Потому что только в этот момент, если человеку отвечаешь Как-то, да, вот так спокойно и методично Получается, что он понимает, что работают рефлексы Ведь в двух-третьих случаях, да, получается, что это абсолютно рефлятивная реакция Ну, безусловно То есть человек высказывает какую-то по отношению к тебе агрессию А сам, если ему сказать, там, построил логическую цепочку Как ты пришел к этой агрессии? Он не сможет этого сделать Конечно, безусловно Более того, я повторяю Когда я вернулась из отпуска И мне рассказывают, что я просила прощения за Россию Знаешь, надо быть, извини, конечно Ой, извини, главное, что накануне же буквально до отъезда в Ефи Мы с тобой общались Да, когда прослушивание было Ну, да, ну, вообще, ты сказал, что я вот завтра, вот, как-то уезжаю Да, да, совершенно верно Так вот, я извинялась за Россию Я не сторонница крепких выражений в эфире Я ничего не собираюсь по этому поводу делать Но я могу сказать, что нужно быть просто, извините, очень неумным человеком Возомнившим себя мессией, как минимум, чтобы извиняться за страну Ну да Вот, я когда приходила из школы, например, и мне мама говорила, почему кол по математике? А я говорила, у всех кол Она говорила, у всех не канает У тебя, у тебя Если ты виноват, извинись за себя Извинись за то, где ты, скажем так, накосил Вот, поэтому мне, я о чём хочу сказать Наши с тобой братья-журналисты Они приложили большую руку, скажем так Большое влияние оказали на эту ситуацию Потому что они рассказали народу, что я извинялась за Россию, чего не было Что я где-то играла на Донбассе, чего никогда не было, опять же И что я поддерживала нелегитимную власть в Украине Вообще, я считаю, что в Украине очень большие проблемы с властью Вот, и мне кажется, что там вот это вот их прекраснейшее мышление порождает просто чудовище Во всяком случае, президент у них один другого крашен Вот, но это моё мнение частное Я его высказываю Вот и всё А что касается истерии, то она родилась на пустом месте Я думаю, так же затухнет А в принципе, ты вот, ну я понимаю, не ты лично Я просто говорю, я уже этот блок, мы там посвятим до песни Потом уже мы перейдём к другим каким-то темам и фразам Ты всё-таки пыталась вот так по-серьёзному, но в частном порядке Хоть с кем-то вот из этих вот, как бы чего не вышлистов на местах всё-таки Скажите, а вот какой здесь реальный аргумент? Вот если не про пожар, не про занятую площадку А просто вот реально Вот Иван Иванович, вот здравствуйте Я Диана Арбейна, вот вы, Иван Иванович Мы с вами договорились позавчера о концерте А вот сегодня вы говорите, что его не будет У меня есть менеджер, который этим занимается Ну да И служба опять же Дело в том, что на местах ещё существует, например, в одном из городов И просто сочиняет К сожалению, да Просто тебе не слегче понять его враньё Потому что это касается лично тебя И представляете, сколько такого вранья Да, по всем управлению Я тебя умоляю, да Да, это, к сожалению, вот такая вот вещь Вот видите, господа, мы всё-таки в первую часть программы Это, естественно, затронули Скажи мне тогда вот сейчас А почему нет? Да, нет, естественно Я об этом хотел с тобой поговорить Скажи мне вот сейчас, в принципе В связи со всеми этими ситуациями Ты просто спокойно и тихо выдохнула И просто выжидаешь, когда это всё само как пара сядет Или ты поменяла как-то немножко, допустим, свою, скажем, там, маркетинговую стратегию Скажем, менеджерскую А мне не было никогда маркетинговую Я запомню Да Я сейчас встречу с своим менеджером Скажу, значит так Нам необходима маркетинговая стратегия Есть у тебя стратегия Понимаешь, стратегии у меня никогда не было К счастью там или к сожалению Не важно, я не бизнесмен Но дело в том, что сейчас мне глубоко безразлично То, что происходит Потому что я очень сильно сконцентрирована на песнях Ты меня машешь рукой, что нужно сделать? Да, чтобы мы сейчас именно на песне сконцентрировались Да, господа И тем более, как раз такая вот По крайней мере, не столько даже, может, содержательная Она несколько другая Сколько по названию Песня какая-то такая На чём можно концентрироваться Если бы не хотеть концентрироваться Горы-горы Классная песня Пора просыпаться Одинана Арбенина Смотри мне в глаза В них есть всё, что ты ищешь Я влюблена Мы с тобой едем в лыжи И свитер, носочки И спящие дети Вино и ладонь Не забыть всё на свете И горы, и горы, и горы, и горы, и горы Разлука, разлука И мы встретимся скоро Учи меня верить, что всё не напрасно Что это надолго Что мир будет разным Что майк не вскоро Не сможет налево Кто в жизни король Кто в любви королева И осень четыре руки обнимает Я часто смеюсь и дай Так тоже бывает И сон мимолёт Но смысл его ясен Пора просыпаться Пора просыпаться Общаясь Я Смотрю мне в глаза И целую меня взглядом Любви, как и правды Бояться не надо Нас вместе сложили умнейшие слёзды Не поздно, не рано Не рано, не поздно И горы, и горы, и горы, и горы Разлука, разлука И мы встретимся скоро Учи меня радости, как на картине Где город кораблик И мы в перспективе И майк не скоро Не сможет налево Кто в жизни король Кто в любви королева И осень четыре руки обнимает Я часто смеюсь и дай Так тоже бывает И сон мимолёт Но смысл его ясен Пора просыпаться Пора просыпаться Пора просыпаться Отчаясь Я И осень четыре руки обнимает Я часто смеюсь и дай Так тоже бывает И сон мимолёт Но смысл его ясен Пора просыпаться Пора просыпаться Отчаясь Пора просыпаться И осень четыре руки обнимает Я часто смеюсь и дай Так тоже бывает И сон мимолёт Но смысл его ясен Пора просыпаться Пора просыпаться Отчаясь Я И осень четыре руки обнимает Я часто смеюсь и дай Так тоже бывает И сон мимолёт Но смысл его ясен Пора просыпаться Пора просыпаться Отчаясь 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 Я Марголис Марголис шоу Марголис шоу Начинающие водители часто паникуют и тормозят Опытные Опытные Сразу включают Нужную передачу АвтоСити Главная передача для тех Кто не представляет жизни без автомобиля Громкие премьеры международных салонов Обстоятельные тест драйвы Секреты экстремального вождения И профессионального ухода за автомобилем Программа АвтоСити По выходным В полдень На радио Сити-ФМ Радио Сити-ФМ Новости Москвы В Москве половина десятого На улице Плюс 8 В студии Алексей Катенин Здравствуйте Страховая компания Реса Гарантии Объявила, что расплатилась с пострадавшими клиентами Турфирмы Интайр Они получили в общей сложности 30 миллионов рублей Средняя сумма выплаты составила почти 55 тысяч Минимальная 2800 А максимальная перевалила за 750 тысяч рублей Всего же страховщикам поступило 548 заявлений От пострадавших клиентов Прекратившей работу компании Интайр Правительству Калининградской области Удалось решить вопрос с Росавиацией О возобновлении программы Субсидирования аэрофлоту Перелетов по маршрутам Калининград-Москва И Калининград-Санкт-Петербург Местные чиновники попросили ведомства Перераспределить средства других компаний Не израсходовавших полностью свои лимиты Пока решение о перераспределении Принято только для аэрофлота И компания возобновила продажу льготных билетов Тарифы для жителей Калининградской области Будут доступны до 15 октября Двух мужчин унесло в море во время шторма на Азовском побережье В Краснодарском крае Сообщает региональный главк МЧС Еще одному удалось самостоятельно выбраться на берег Сильный ветер и дождь обрушились на южные регионы России на этой неделе Пострадали 50 человек Из них более 20 попали в больницы В Ростовской области уже подсчитали сумму ущерба Нанесенного стихией в семи районах С учетом предстоящих выплат населению Она чуть-чуть не дотянула до 2 миллиардов рублей Действующий президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер Подтвердил свое участие в ближайших выборах главы организации Они пройдут в мае в Цюрихе 78-летний Блаттер занимает этот пост с 1998 года Ранее президент УЕФА Мишель Платини объявил Что он не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в FIFA При этом он станет курировать чемпионат мира по футболу 2018 года По данным аналитического центра Яндекс.Пробки Самое большое скопление автомобилей в черте города в эти минуты На внутренней стороне МКАД От проезда Карамзина до Ленинского проспекта Протяженность затора 7 км Машины едут со скоростью 9 км в час Погода В столице сейчас плюс 8 градусов По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области Завтра в регионе переменная облачность Ночью туман, без осадков Минимальная температура в городе плюс 4 По области местами слабые заморозки В конце дня возможен небольшой дождь Воздух прогреется до 15 градусов Ветер юго-западный Порывы до 15 метров в секунду Радио Сити ФМ Все, что происходит в Москве Сейчас в столице 21-33 В 22 часа в следующем выпуске Новости о событиях в Москве Еще раз всех приветствую Михаил Марголис у микрофона Продолжаем наше общение В гостях у меня сегодня Диана Арбения Салют всем Да, лидер группы «Ночные снайперы» Говорили в первой части Сами догадайтесь, о чем мы говорили в первой части нашего разговора Если кто-то только сейчас к нам еще присоединяется Естественно, были обсуждения всей той текущей ситуации Которая сейчас у нас происходит Вот за осенним окном Ну вот, собственно Но при этом мы продолжаем слушать песни из Альбом «Мальчик на шаре» Альбом, который вышел буквально только в середине лета Скажи мне, вот все-таки У тебя Достаточно такое объемное Получается творчество Потому что есть и жанр, так сказать, литературный Есть и музыка Есть какие-то там смежные симбиозные вещи Типа участие в каких-то проектах Кино и так далее, художественных В общем, много всего получается При таком объеме Сразу выпускаемого материала Ты успеваешь все-таки оследить Там разницу в реакциях твоих поклонников На то, что ты делаешь, понимаешь? То есть у них еще не является таким восприятием Как план по валу Знаешь, так идет, идет, идет А я не замечаю, что всего много Как-то у меня так не складывается Но единственный раз я попыталась понять Я попросила своего престаше На тот момент Юлю Контру Классная, просто безусловно классный человек Да, да, хорошо Вот, она сейчас же родила У него пацану, по-моему, два или три месяца уже Два месяца Какой-то три, он в августе родился Так вот, я как-то попросила сделать следующее Вот, с самого начала, с 93-го года, как я пишу песни До, условно, 2013 года По месяцам расписать, когда я что написала, чтобы понять динамику Ну, мне просто стало интересно А ты помечаешь тексты, да, в конце Ну, да, конечно, я очень люблю эти числа Ну, да, 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 ну, это такая поэтическая история Там, 21-43, например, там, условно говоря Декабрь 94-го, там, Юрмала Знаешь, там, типа Ну, я, кстати, помню, где пишу Я не могу не помнить какие-то детали А вот места, где я пишу, помню Ну, так вот, и она мне это все сделала И я увидела, что некоторые годы Вообще завалены по песням Нет, вообще песни практически не писались Ну, в общем, их количестве, их получилось много Как-то получается, я не знаю, у меня нет установки А ты пыталась разобраться, вот когда вот А зачем? Нет, вот ты узнавала те годы, когда они писались То есть, что это было? А я тогда писала, а я писала стихи тогда А, ну, вот У меня в какой-то момент, после того, как мне вручили премию «Триумф» Я вдруг поняла, что как-то, вероятно, что я очень застенчивая Несмотря на то, что могу сказать, что песня «Абрамс» хорошая, например Но песня, например, из альбома «Рубеж» Нашего первого электрического альбома Песня «Калвин Клайн» плохая Вот, понимаешь, я могу такие вещи сказать Потому что у меня, в общем, довольно самокритичное отношение к себе и к творчеству тоже Ну, так вот, и в какой-то момент, когда мне выдали вот эту самую премию Я вдруг подумала, что, ну, меня похвалили, понимаешь И это, наверное, все-таки творческому человеку надо Потому что когда тебя постоянно пинают А когда тебя игнорируют, когда тебя не замечают Вдруг к тебя приняли, в общем, лучшие люди У тебя было все-таки такое ощущение Некой такой вот субординационности То есть ведь это единственная, грубо говоря, сфера, за которую «Триумф» дает Вот «Рок-музыка» Когда отмечали Шевчука, тебя отмечали Ага Мечакова А вот все остальное Это такие сферы высоких искусств То есть это музыканты академические Это поэты, это музейщики Совершенно верно Но я вдруг поверила в то, что я пишу неплохие стихи До этого я не говорила, что я пишу стихи вообще Тут меня прорвало И 2006, как, по-моему, 2007, вот эти вот годы Они постоянно писали стихи, 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 стихи И вот вышла книга стихов Но она вышла и вышла Но мне, понимаешь, в чем дело? Я не хочу никого обижать, не хочу ничего такого говорить Я очень благодарна Богу за то, что Он мне все это дает Но мне то, что сделано, уже все равно, понимаешь? Я в этом смысле очень быстро остывающий человек Вот мы, например, находимся в пике нашего разговора Мне интересно, я вся здесь Я не думаю, скажем, про то, у меня заболела Марта, сейчас простыла Как она себя чувствует? Я вот вся нахожусь здесь Ну да, 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 да Но как только мы с тобой поговорим Понятно, естественно И расстаемся Я пойму, что был кайфовый эфир Я пойду дальше, он для меня уже будет за спиной И мне будет намного интереснее то, что со мной происходит на проспекте Мира, когда я буду ехать Чем, у меня, кстати, была классная история с проспектом Мира Я ехала... Ну, если будешь ехать, конечно Ну, это 9 километров, но я слушала новости, конечно Ну вот, я ехала как-то летом по проспекту Мира И были окна открыты в августе это происходило И вдруг я слышу очень громко какой-то странный Я думаю, поток машины И вдруг я слышу очень громко «Плохо нас отстроенный барабан». Такая ритмисекция такая... Я думаю, черт побери Почему же так плохо-то отстраивает барабан? Тут я слышу свой голос поверх Я выглядываю из машины И вдруг я вижу, едет девчонка Открытые окнами Молодая женщина, какая-то красная у нее тачка И она на полную катушку слушает песню «Питерская» альбома цунами обалдела так плохо я поняла вот и тут солнце я была в очках я вас высовываюсь из окна и девушка девушка и она так испугалась она стала перестраиваться на стала отставать то что было со мной это все здорово безусловно из песни слов не выкинешь да и не надо и в общем я действительно очень такая богатая опытами жизнь но мне это не так интересно как то что сейчас происходит а вот как в этой ситуации то есть ты просто абстрагируешься и чисто находишься такой как бы в русле ремесла вот допустим как при этом артисту много выступающим по своему гастролирующему как у которого есть но законы программы да ты должна все но в любой какой-то момент обожаю первую весну я просто условно что когда бывает даже к материалу вчерашнему ты уже как бы отстраняешься и смотришь на его как на что-то пройденное сделано а здесь нужно вообще возвращаться материалу там лохматых годов и как бы быть органично для того человека который сейчас слушать мы пересмотрели мы сделали ревизию песню рубеж вот потому что она звучала мне вообще не нравится альбом рубеж поэтому с большим удовольствием бы конечно с меня была вторая жизнь переписал все от начала до конца я сделал бы нормально мелодичный альбом вот без сургановой а там там была сурганова да потому что сурганова пригласил неважно дело не сурганова там было в принципе дело в том что мы просто не умели складывать грамотные аранжировки должны были такие конкретные лохи понимаешь так оно и было но это субъективно потому что пример нашему барабанщику митя горелла очень нравится этот альбом и он говорит рубеж такой классно но зима он для тебя пока не был рубежом потому что реально действительно конечно дело в том что песни вот так скажем не старый чтобы они не обиделись а старинные песни я с большим удовольствием пою более того если иметь ввиду их скажем устарелость это не так они очень здорово звучат и мне они нравятся просто я говорю о том что они уже сделаны поэтому я с удовольствием их пою но пишу я мне интереснее писать понимаешь а хотя по большому счету если говорить студийный человек или концертный то конечно концертный ну да это мне кажется все для исключения брайан и ина ответил то же самое почему была такая байка что например а вот в нашей стране вячеслав бутусов он нравится больше кстати это тоже проблема потому что мне подсказывают подсказывает публика ну то есть у тебя пока еще такого нету но господа спасибо что пришли сейчас 31 весна я суши я сгораю на концерте мне это нравится я даже не думаю о том что там меньше жизни остается нервов много уходит и кайфово просто дело в том что это очень четко лечится как только ты понимаешь что ты вышел на концерт 31 весна значит у тебя конца коллектив старый гнилой поэтому разбирайся своим коллективом понимаешь разбирайся с собой разбирайся с коллективом разбирайся со звуком и так далее мически подумал 41 весна ложится то же самое тебе надо как григория нам по 30 уже нам уже 35 с тобой проводит один шанс дело в том что у нас в группе например очень многим еще 31 не наступил вот и говорят ну браток тебя следующем году 31 весна я пережил еще две несчеты 43 45 подойдет тоже смотри мальчик на шаре на самом альбом когда уже полностью вышел когда уже все его послушали и так далее то есть тебе как показалось он срезонировал так как ты хотела а я ничего не хотела мы тут тоже а я такая очень противоречивая но очень откровенно при этом не совершенно пофиг вот пусть обижаются мне совершенно все равно я кайфую когда что-то делаю а потом но если тебе не нравится эта пластинка так не слушаю послушать другое нравится я одну понятно что мне приятно но так чтобы знаешь так сидеть в интернете так что же он сказал то боже боже мой боже мне сказали это плохо ой да мне совершенно не рада я ему скорее даже по твоему восприятию на концертах то есть то есть у нас были вот эти когда вот я называют рождец рождественские концерты но на на 40 лет было пять концертов в москве 2 питере в киеве в одессе и в сочи городов и мы играли эту пластинку только в москве и питере потому что у нас было было договор было договоренность универсал не играть до поэтому киев остался без пластинки вам одесса тоже и сочи сочи по-моему играли так вот и народ очень клёвые принимает и мне очень нравится ее петь при том что для меня это эксперимент на что постоянно играю на гитаре вот в этом в этой пластинке на гитаре не играю и мне недавно тема говорит но сын говорит мама мама я хочу на концерт это не гитаре не игра просто пела грех ты змей это тяжело поэтому ну прикольный эксперимент но на самом деле универсал доволен она там была в этих чартах и очень хорошо держалась и все хорошо я просто тому что ты как и юрий шевчук с годами что называется становишься в свои в своих текстах если этот текст если мы говорим о песнях конкретно да становишься более многословно и количество каких каких-то там тропов и метафор становится все больше поэтому успевает ли вот та публика которая выросла скажем на рубеже на рубеже имеют альбом рубеж считывать уже те смысл а при том что смотри публика повзрослела вместе со мной просто как мантры тебя слушать что-то такое там идет такой буву правильно не 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 они все-таки приходят не не просто так чтобы постоять они все-таки что-то о чем-то думают когда они слушают я же понимаю что у меня кстати отличная публика я их так люблю потому что во первых с одной стороны они меня не облизывают это кого и ты сидишь уж так и знаешь с нимбом эскиз уже такой звук вот это самое страшное мне кажется думать о том что думать то что ты чё-то достиг и больше ничего не будет и ничего не надо кстати вот а публика отличная с одной стороны критикуют а с другой стороны они очень-очень меня любят это вот такое какое-то родительское даже отношение и плюс они вместе со мной выросли я играю уже 20 лет это получается что когда в девяносто третьем году мне было 17 вот они им практически тоже к 40 и двигается это здорово кстати потому что очень хорошие умные толерантные люди и вообще никакого экстремизма не бывает никогда ну да это это безусловно хорошо но ты же сам убираешь себе королевство что называется но безусловно да или по потом как-то она сама и формируется вокруг там это королевство она уже это правило видимо а потом они знают песню например наизусть южный полюс она огромная я ее наизусть не знаю они знают наизусть песни которые там автомобиль автомобильный блюз там понты 3 то ли 4 то ли 5 куплетов акустическая песня там 90 какого-то пятого или восьмого года они вот я забываю слова хором они поют понимаешь они их знают может быть лучше потому что может они чаще их слушали эти песни то что я написала и все что у меня есть как концерт еще раз как бы возвращаясь из дела в круг до возвращаемся к тому с чего начали то удела в круг терминопадрома да 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 не да светик синий светик помнишь там не ну там у него там за счет запускал вообще принципе такая была детская сказка своими детский фильм мультфильм я к чему еще же один момент до с тобой интересный произошел да это когда ты была бы лада так сказать ася клячина хотела-хотела ты вышел замуж а у тебя была была так сказать в членах жюри шоу на две года россия и почему перестала у него быть надо действительно ну как случайно это случайно веждах совпало что общего стулья в пути оса очень плотно притом же в этом мире я хочу тебе сказать что мне очень нравилась команда там на когда я приезжала на кастинге я была на 4 дня кастингов было и мне очень приятно что эти люди которые там работают они очень близко к сердцу восприняли со мной происшедшие они меня очень поддерживали и утешали и тогда его кастинге это уже не косишь и там-то тебе уже подошли и сказали так что же такое то что же такое стряслось нет в доме нет не сказал это номер пять нет например не сказали более того попросили не говорить ну по большому счету попросили не говорить да почему это случилось но с другой стороны но все очевидно ведь не совпали график это странно потому что ни одной пятницы не было занято и мы это очень было тяжело сделать вот например на дальний восток летишь там условно за тысячу долларов да а представляешь организатором привести группу из десяти человек это просто можно чокнуться и привозить например коллектив на два концерта ну это просто убийство никто нормальный организатор такого себе позволить не может поэтому но дело в том что мы выкружили такую историю мы приезжали то есть обостроен график два концерта потом группа сидит ждет пока я слетаю в москву на пятницу а потом субботу мы продолжаем то есть на это люди пошли слушай ну на самом деле эти хочу сказать так мне очень хотелось поработать очень хотелось поработать потому что была у меня в жизни такая такой точнее эксперимент очень клевый это голос краины этого месяца два два сезона там сидела и два сезона мои это же франшиза точно такая же программа да вот эти крест креста она на франции смотрим с планетом жилька куда именно минуты они это же первая была украина которая которая первая купила это ну да вот имя они метода пригласили уже три года как прошло вот я два сезона выиграла на там были то было такое распределение сидит два хохла два русских ну член жюри чтобы объективно я взяла и выиграла два сезона я общем поняла что мне надо сматываться потому что в принципе зачем мы против себя вас восстанавливать весь украинский шоу-бизнес но это все и второй раз когда выиграл мой ученик он из львова был павло табаков его зовут почему кстати такой состоявшийся уже артист что ты участвовал там и вот после этого я решила что три года там какое-то время я вообще не буду нигде появляться потому что если заниматься то заниматься в телевизоре музыкой понимаешь когда мне звали прыгать с вышки например в воду или там участвовать в программе точь-в-точь когда например эти ребята я сейчас обращаюсь к тем кто нас слушает я вот сейчас вот выхожу например из студии переодетая в марголис это нормально но те же есть свое лицо у меня свое как может артист добровольно хорошо тебя нет концертов допустим да вот например тут вот у тебя так получилось что вдруг твое творчество стало скажем так не особо интересно может там еще что-то и вдруг ты соглашаешься постоянно ну ты для меня просто шикарный за неделю за неделю точнее а быть кем-то другим я понимаю когда это сделал бы например евгений миронов да чулпан хаматова вот они актеры ну да перевоплощаетесь ребят но они же это собственно и делают всю жизнь своей вообще артисты но ты саша вообще нет но я на самом деле можно развивать и дальше я уже об этом кстати не раз говорил там некоторых частных беседах со своими там знакомыми о том что какая учат как его девальвация какая дикая мимикрия пошла да вот среди особенно поп-артистов они готовы быть кем угодно ты говоришь про первых осборн а все допустим вот вещи ну да нет ну хорошо а вот 2 допустим тема даже когда в принципе чай готов вообще полностью нивелировать себя самого они снимаются допустим вот я вот бываю там часто этим вот как бы там критиком в этой программе там достояние республика то есть люди но в принципе люди готовы идти на теле не для чего года петь не свой репертуар переодеваться в чужие одежды в чужие образы в программе две звезды я пела не свой репертуар и пела кстати очень даже неплохо непонятно дело в том что одно дело когда ты у тебя есть своя трактовка в конце концов не пел во дворе что люди не делали хочется это делать вот но потому что это это уже на этой сначале что называется но слушая я понимаю это но зачем грима зачем из себя изображать высоцкого внешне копировать его голосу зачем это делать мы другой актер уже и вот да и вдруг и вдруг появляется программа артист который идет в прямом эфире и это не вранье орбитом она идет в прямом эфире я думаю классно она музыки и можно действительно людей а я поняла за это время что в принципе мне есть чему научить во первых я не страдаю такой знаешь болезнью как особенно свойственной рок женщинам и вообще женщинам которые стоят на сцене когда вот кто-то молодой появляется а тебе уже общем-то скажем не 15 до условно 40 это не пропущу не пропущу никогда не пропущу нет причем я так сделаю будто я пропускаю но я не пропущу вот мне совершенно не западло чтобы например моя воспитанница который сейчас 21 год лика бугаёва который было в голосе шпана просто побила все рекорды чтобы она была везде популярна чтобы ну то есть понимаешь да то есть вот это вот молодое вот течение вот молодая кровь обязана быть в музыке даже понятно должна быть преемственность это правильно чем посидишь такой наш бобер на своей ветке и бобриха сейчас чтобы не волновались никакие зрелые рок звезды марианна фейтфл выпустила сегодня альбом да ладно да причем я ее обожаю просто посвященные там лондону и там все поработали киев и ну там с ней там все супер это отличное но это новость не огромное кстати между прочим знаешь что меня познакомил с ней с творчеством атаку шина швили о господи ему надо такую фамилию да 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 послушай послушай это было лет наверное 15 назад у меня был с ним какой-то эфир причем видео эфир вот и он вдруг в конце я думаю на часто что-нибудь такое будет в конце от мочи то что он такой вытаскивает пластинка я хочу подарить тебе пластинку мари мариан фейтфл а я вообще не знаю кто это я поставила поняла кто это в общем у меня с ней познакомил хорошо молодец вот поэтому с артистами задалось но программа действительно обещала быть хорошей как ты думаешь за вот таким такой истории с артистом в принципе это некий такой сейчас негласное табуирование и на все остальные твои присутствие меня приглашать на первый канал приглашает недавно я играла на вечере памяти лезновой 90 90 95 90 и пела там нежность причем пахмутово и добронравову очень нравится как я его пою и для меня это большое между прочим это большая мне очень нравится чтобы им нравится как я его и потому что песни действительно клёвая и совершенно не стыдно вот стать именно здесь мы сидели студия как-то говорил помощи помощи на здесь на твоем же месте сидел вероника долина которая как раз таки есть не обсуждал вопрос исполнения на даре аналины песни она более так сдержанно к этому относилась хотя мне считаю что и вот вариант особенно все дела в польше вполне очень даже но все что нужно было сделать это действительно поступить когда он позвонил из газа можно любить розы я знала конечно я просто на самом деле другое поколение не так хорошо воспитанная ну вот а поэтому я пела там и это освещала по моему культура но в общем никакого табуирования нет все понимаешь на самом деле все очень преувеличено я понимаю что я понимаю что а это кому-то очень на руку очень выгодно сделать такой наш такой кейс что называется но меня никто не преследует и в общем у меня в жизни ничего не изменилось вот в чем дело а что касается концертов то а вот что касается концерта мы с этого начали программа сегодняшнюю отбоя от предложений нет вообще ну сейчас например я думаю куда мне ехать феврале а у нас во феврале тур в австралию и как я успею объездить все города которые русские города которые сейчас заявляются забиваются я честно говоря не знаю но в любом случае это хорошо это характеристика не хорошая не только для тебя как для артистки но и все-таки для в общем-то какой-то хотя бы часть нашего общества когда зазеркалье миша до зазеркалье вещь находятся какие-то здравомыслящие мартовские зайцы и чеширские коты и чеширские коты да которые соответственно все таки продолжают делать какие-то нормальные вещи ну что господа диана орбенина сегодня была у меня в гостях тебя спасибо что не шла да мне аналогично слушайте мальчика на шаре следите за мальчиком на шаре и вообще за всем остальным творчеством диана орбенина и ждите когда она приедет куда-нибудь и вашу местность ваш город там да и так далее то есть но и соответственно а когда тебе живешь московское выступление а я играю в кроксе же у нас такой стандартный концерт то есть мы в прошлом году начали эту историю и в этом году в декабре 3 декабря что ну вот так вот желаю чтобы это состоялся в старбане надеюсь там не будет подобных людей какие были на концерте андрея макоевича да и все пройдет замечательно я на меня сегодня была в гостях на ход ноги так начинается жизнь еще одна композиция из альбома мальчик на шаре этого года но и до новых встреч я никогда не пойму как 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 остался а и где это уже сна и будет это и с тобой туда уеду плюс разумеется море и и как и в и 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 Нет, я никогда не пойму, кто нас к тебе приручил, и как глухие поют. Где-то уже весна и будет лето, и я с тобой туда уеду, плюс разумеется моя. Просто задай вопрос и жди ответа, возможно долго жди ответа, но все случится знаю я. Где-то уже весна и будет лето, и я с тобой туда уеду, плюс разумеется моя. Просто задай вопрос и жди ответа, возможно долго жди ответа, но все случится знаю я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok